Даниил Он подвергся внезапно возникшей в нем мучительной тревоге. Ему стало казаться, что София на пути в Вену. Грозит в это время смертельная опасность ей. Внезапно беспокойство его было так велико, что он не мог продолжать своего занятия по службе. Все бросил, вышел на платформу и до тех пор шагал по ней с конца в конец, пока почувствовал себя несколько спокойнее. Вследствие чего он ждет, не дождется известия о том, что такое было с Софией вчера в седьмом часу. Таким образом, добавляет сама София, между мной и моим братом, кроме телеграфной проволоки, есть еще какая-то совсем особенная, по которой моя душевная тревога моментально передается его сознанию, хотя и не с той обстоятельностью, как передал бы ее телеграф. Этот случай обнаруживает симпатическое сродство двух личностей, очень близких друг к другу, соединенные в одной из них именно в Софии, со способностью видения на расстоянии. Чрезвычайно поучительный еще один случай, к которому я сейчас и перейду. В нем наблюдается интересная комбинация такого рода. Дух переносится через пространство в иную местность и обстановку, и действует в ней через находящегося там медиума. Что такое медиум? Объясняется. Здесь напомним, что мы под медиумом разумеем человека, нервную организацию которого весьма тонко и чувствительно, вследствие чего он очень восприимчив ко всем впечатлениям, то есть сенситивен. Конечно, этот случай поучителен только при условии его несомненной достоверности, в которой я вполне убежден на основании полученных мной точных документов. В Троицын день 21 мая 1866 года София, жившая тогда в Вене, провела все утро в пратере на сельскохозяйственной выставке. Вернулась она домой усталая, с головной болью. Наскоро чего-то закусив, она отказалась от обеда и ушла спать в свою комнату, думая таким образом и отдохнуть, и получить облегчение от головной боли. Легла она около трех часов по полудни. И вот еще не заснув, она почувствовала себя сегодня особенно способной к так называемому раздвоению, то есть способной оставив свое тело нисколько от него не зависеть. Устало сомкнулись ее веки, и сейчас же вслед за тем София увидала себя в известной ей комнате, принадлежащей известной ей личности. Увидев в комнате эту личность, София пожелала сделать себя ей видимою, но это не удалось. Когда София возвращается в свою комнату, чувствуя в себе еще достаточной силы, она задумывает посетить тесте брата Антона, господина Стратиль, зная, что этим доставит ему большое удовольствие. С быстротой мысли, ощущая в себе полную свободу передвижения, лишь мимолетно взглянув вниз на Вену и ее горы, она перенеслась в красивую местность, окружающую Мендлинг, и ощутилась в отличной ей известном кабинете, господина Стратиль, где увидала его самого и еще другое, тоже хорошо ее знакомое и очень уважаемое ей лицо господина Густава, и остановилась возле них. Тут ей пришло желание дать господину Бео обязательные доказательства независимой деятельности духа, возможности которой, как ей было известно, он постоянно сомневался. Возбужденная и приятно настроенная быстротой своего полета, София чувствовала себя отлично, ничто ее не беспокоило и не угнетало. Считаю не лишним сравнить ее блаженное состояние с испытываемым обыкновенно в магнетическом сне, когда тоже является сознанием особенной легкости, независимости и полного отсутствия болевых ощущений. Веселое настроение Софии выразилось обшуточном тоне ее беседы с господином Бео, к которому она прямо обратилась и продолжала с ним разговаривать, как вдруг в вене, в детской ее маленьких племянников и племянниц, бывшей рядом с ее спальней, раздается громкий крик одного из детей. И внезапно пробуждает Софию. С очень тяжелым ощущением досады и недовольства открывает она глаза на постели в своей комнате в вене и не может уже припомнить подробности своего разговора в медлинге, так не кстати прерванного детским криком. К счастью, господин Бео во время беседы вел протокол всего говорившегося, и протокол этот господин Стратиль присоединил к коллекции получаемых и сохраняемых им духовных сообщений. Следовательная беседа Софии велась тем же способом и вызвала у собеседников тот же прием, который употребляют спиритуалисты, когда дух пишет рукой в медиумах. Сведения, сообщаемые ниже, взяты из упомянутого протокола. В числе друзей Софии была госпожа Н. и дочь ее Ирма, прекрасная пианистка. В игре Ирмы было столько чувства, что София всегда с восхищением ее слушала. В 1869 году в один зимний вечер София сидела у госпожи Н. рядом с ней на диване. А Ирма в другом конце комнаты играла на рояле Баховская. София, занимавшаяся рукоделием, оставила работу, прислонилась к спинке дивана и закрыла глаза, чтобы сосредоточеннее и наслаждаться музыкой. И вот точно же появилось у нее ощущение свободы от земной оболочки и почувствовалось, что все вокруг нее становилось светлее. Она поднялась с своего места, конечно, в духе, и подошла к играющей Ирме. Но вдруг ее потревожило движение госпожи Н., которая посмотрела на нее с большим удивлением. Сейчас же след за тем оглянулась направо от себя на то место дивана, где сидела возле нее София. Тогда и эта последняя взглянула туда же и увидела себя, прислонившаяся к спинке дивана с закрытыми глазами. София поспешно вернулась в свое тело и быстро открыла глаза, желая поскорее избавить от тревоги любимую ей, как мать госпожу Н., которая тут же рассказала ей, как она сейчас только видела ее, стоявшую возле Ирмы у рояля. И к великому своему изумлению, взглянув около себя на диван, увидала ее же сидящую тут рядом с собою. А потом, стоявшая у рояля София, исчезла в ту минуту, как сидевшая на диване открыла глаза. Ирма, вполне поглощенная игрой, не видала ничего и случившегося. А раздвоение личности или присутствие ее одновременно в двух местах с присоединением к этому видения самой себя. 1 июня 1869 года Ирме понадобилось уехать из Вены к одной больной приятельнице, которая находилась на водах милях в сорока от Вены. В то же утро София решила, что около полудня она пойдет навестить мать Ирмы, госпожу Н., которая, вероятно, чувствует себя особенно тоскливо в эти первые часы своего одиночества. Но к полудню София и так невыносимо разболелась голова, что ей пришлось лечь в постель, и она сказала себе, что полежав, пойдет госпожа Н. в три часа. Головная боль, однако, к трем часам не утихла, и София идти не могла. Но к великому своему огорчению осталась в постели. Вскоре впадает она в полусонное состояние, в котором ей кажется, что она в доме, госпожа Н., и идет из залы в ее спальню, и, остановясь в дверях, ее видит в ней госпожу Н., сидящую, наклонив голову над рукоделием, и прилежно работающую. Самой же Софии, стоя в дверях, приходит в голову, что она присутствует здесь только духом, ведь она же лежит в постели, и что поэтому никак не должна, видимо, проявлять себя госпожа Н., но что ей следует, ничем себя не выдавая, вернусь и скорее домой. В это мгновение госпожа Н. поднимает голову и изумленно взглядывает на нее с восклицанием Филе, имя данное Софии, госпожи Н., которым она всегда ее приветствовала. Это восклицание пробуждает Софию, проснувшись, она видит себя в своей комнате, на своей постели. Через день после этого София отправилась к госпожи Н. Впереди встречает ее горничные словами, барыня уверена, что вы, барышня, были у нас третьего дня. Потом и сама госпожа Н. сообщает Софии, что третьего дня в три часа она видела ее у дверей своей спальни и даже окликнула ее словами, Филе, ты ли это? При которых София и исчезла. Большая часть явлений, подобных только что описанному, происходит во время сомнамбулического или обыкновенного сна, а сознание действующих лиц представляется как бы сновидением. Случается это и преднамеренно, с участием их воли, и непроизвольно, непосредственно вытекая в таком случае из законов той магической способности, которая проявляется у личности внезапно, без ее ведома и вне ее власти. Августа Мюллер, сомнамбула в Карлсруя, могла переноситься в иные местности, например, к любимому брату в Вену. Она выражалась об этом так, я направляю на него дух свой. Одна же посетила она в духе город Фрейбург и увидала там умершим тесте господина Бен, на чьи вопросы она в этот раз отвечала. Она имела та же способность действовать в другом месте. Ту же возможность имели Гауфа, ясновидящая из Приворста, Тереза фон Визерман и некоторые другие. Особенно выдающийся пример такого рода сообщен Юнгом Штилингом. Рассказывается о некой, которая пришла ночью духом в монастырь, к монахиням, известив их днем о своем ночном посещении. Эмма, сомнамбула, имела точно та же способность переноситься в другие места и приносимые ей оттуда известия оказывались верными. Сомнамбула Вернера сказала однажды, когда моя душа оставляет тело, поле зрения у нее значительно расширяется, но она пребывает преимущественно там, где действует, познает или чувствует. Все это только три различные названия одного и того же состояния. Люди разнообразно ощущают магическую деятельность своего духа. Одни уверены, что находились в это время в бодрственном состоянии и действовали вполне сознательно и по своей собственной воле. Другие же считали свою магическую деятельность за сновидение. Одна англичанка писала мне из Лондона 21 марта 1878 года. «Научившись этому впервые от госпожи Блаватской в Америке, я могу уже после некоторого упражнения преднамеренно являться во время сна лицам, имеющим дар духовидения. Могу говорить с ними громко и вполне для них понятно и потом исчезнуть. Пока мне удалось это раз шесть или семь. Один раз я верно спел латинский гимн, точно так, как он исполняется за католической мессой. Мой друг-католик мне же вполне чужды и месса и латынь. Может быть я слыхала когда-нибудь этот гимн, но спеть его в своем обычном состоянии я решительно не могла бы. Она думает и вполне основательно, что мы далеко еще не знаем всех сил нашего собственного существа. И что во многих случаях нет никакой надобности объяснять их действием через нас чужого духа, а не нашего собственного. Хотя есть и такие случаи, где нужно признавать другое объяснение. Однажды, говорит она далее, один мой хороший знакомый объявил мне, что сегодня он не придет на вечернее заседание нашего комитета. В половине заседания он, однако же, вдруг появляется. Очень удивленный этим, я спрашиваю его после заседания, почему вы так неожиданно пришли, когда решили не приходить. Он ответил, почему? Потому что вы меня вызвали. После чая я закурил трубку и только что принялся за свою работу. Что вдруг вы являетесь в моей комнате и говорите, озабоченно на меня глядя, доктор, идите к нам. Сегодня, говорит в заседании, антипотичный мне господин М. Я просто выносить его не могу. Затем вы исчезли. Но в это время, продолжает моя корреспондентка, я была занята делом и, конечно, не спала. Легко могло стать, что я мысленно обращалась к доктору с таким точным выражением, но вовсе не сосредотачивалась на этих мыслях. Это возможность проявлять себя другим, не если, однако, страшное и опасное оружие. Другая дама, личность мне близкая, несколько лет тому назад прислала мне письмо со следующим рассказом. В 1866 году, 8 сентября, утро было чудесное. И мы решили им воспользоваться для предстоявшей нам поездки всей семьей. Мы уговорились, что двое старших детей отправятся по железной дороге с отцом из его конторы. Двое младших оставались при мне. И я должна была выехать с ними из дома, как успею. Мой старший мальчик, которому было тогда 12 лет, пришел за старшей сестрой, чтобы проводить ее к отцу в контору. Я ждала только его прихода и сейчас же отправилась с маленькими на поезд. Старшую дочь, имевшую тогда 17 лет, несколько задержала какое-то домашнее дело. И брат, поджидая ее, стоял в длинном коридоре нашей квартиры, в которой выходило семь дверей от наших различных комнат. Этот сын мой был сильный, здоровый мальчик, без малейшей наклонности к суеверию. Натура практическая и вовсе не мечтательная. В ту минуту, когда сестра, совсем готовая, вышла из своей комнаты, к нему в коридор. Он вдруг судорожно ухватился за нее и, толкая ее назад к двери, проговорил с давным голосом. «Смотри, смотри туда!» Лицо его выражало ужас, от которого волосы становятся дыбом. Глаза его были прикованы к той из дверей, которая вела в мою спальню. С полминуты он оставался в оцепенении. Потом вдруг испустил крик дикого ужаса и бросился бежать, как безумный, зажав рукой глаза и неистово махаясь своей палкой вокруг себя. Так пробежал он по коридору мимо моей двери к выходу, а там разразился припадком истерического плача. И, наконец, его напуганная, растерявшаяся, но не видевшая ничего особенности, сестра услыхала от него, в чем было дело. Он видел женскую фигуру, странно, как бы по ночному одетую и с распущенными волосами, производившую впечатление, вытащенное из воды. Эта фигура высунула все верхние части своего тела из двери моей спальни, поглядела ему в лицо пристально и скорбно. И тогда, к невыразимому ужасу, он узнал в ней свою мать, то есть меня, которая за несколько минут до того, он сам это видел, ушла из дома. Я же, промешков дома, в ожидании, чтобы он пришел за сестрой, опоздала на утренний поезд. Но домой все-таки не вернулась, а прошла пешком с двумя меньшими детьми к вечернему поезду в Гесселлое, без Мюнхена. Таким образом, старший сын и дочь провели очень тревожный день. В девять часов вечера мы, наконец, приехали к ним. Завидев нас, мой бедный мальчик, стремглав бросился бежать ко мне и так крепко меня обнял, то, что не хотел никогда выпустить меня из своих рук. Такие объятия и такая нежность были вовсе не в его характере, но все объяснилось, когда он почти плаща рассказал мне случившееся с ним утром. Это видение не имело никаких последствий. Но, сталкиваясь с такими случаями, не стоим ли мы тоже в некотором коридоре перед семью запертыми дверями, с которой дух ищет прорваться, чтобы отыскать нам путь к истине? По моему мнению, весь этот случай с мальчиком нельзя приписывать только галлюцинации. Галлюцинации не возбуждают такого ужаса. Скорее следует допустить, что мальчик видел бессознательно двойника своей матери, крестуя ее особенностью, что бессознательно появившаяся фигура изображала не настоящее, а какое-нибудь прошедшее время. Во всех приведенных здесь, равно как и позднейших случаях того же рода, обративших на себя внимание, действует разнообразно в различных формах и направлениях одна и та же магическая сила духа. У живых она выступает из своего скрытого состояния и проявляется во время экстаза, при некотором, конечно, неполном отделении духа от материального организма, происходящего иногда не только в сомнамбулическом и обыкновенном сне, но даже и в бодрственном состоянии. В таком экстазе находятся и медиумы. У умерших действия духа еще менее ограничены, еще более свободны, особенно если имеются на лицо живые люди, способные к экстазу. Сомнамбу, медиумы, духовицы. Само собой разумеется, что приводимое здесь объяснение нужно признать как одну из гипотез, которую, быть может, придется скоро оставить, заменив ее другой сновкой Григория Диченко. Внетелесное действие живого человека, выражающееся в появлении его образа некоторыми атрибутами телесности. Явление телесности на расстоянии, факты телепластические. В этой рубрике внетелесное действие человека получает наивысшую объективность, ибо оно проявляется здесь и умственно, и физически, и пластически. Хронологически первое наблюдение этого рода восходит, сколько известно, к 1855 году, когда оно было сделано случайно на одном из темных сеансов давенпортов для физических явлений. Полицейский чиновник в ту минуту, когда сеанс был в полном ходу, вдруг открыл фонарь, который обдал всю комнату ярким светом. Тут началась странная сцена. Отец давенпортов вскочил на ноги и в величайшем возбуждении заявлял, что видел своего сына Айра, стоявшего у стола и игравшего на одном из тамбуринов. Как раз в тот момент, когда комната осветилась, и что он видел, как он скользнул к своему стулу. Отец был вне себя от негодования. Но каково было его удивление, когда как только восстановилась некоторая тишина, до 20 человек торжественно заявили, что не только они ясно видели фигуру стоявшего у стола двойника или призрака Айра Давенпорта, но точно так же, в то же самое время, видели и его самого во плоти, спокойно сидевшего на своем стуле между двумя лицами. Призрак скользнул к сидевшему мальчику, но, насколько было видно, не достиг до него, исчезнув приблизительно в футах шести от его места. В той же книге мы читаем, как профессор Мэппс удостоверился, что физические явления производятся двойниками Давенпортов. Когда гитара принеслась ко мне, я тщательно ощупал то, что принимал за молодого Давенпорта, свободно ощупывая его от головы до ног, но удержать его не мог, ибо он или это нечто выскальзывало из моих рук, или расстаивало с величайшей, по-видимому, легкостью. Именно по совершенно особенному платью молодого Давенпорта Мэппс удостоверился, что он хорошо узнал его в темноте. Но свет, немедленно потребованный, доказал, что молодой Айр сидел на своем стуле и оставался связанным точно так, как это было тщательно сделано самим профессором. На сеансе у себя на дому Мэппс и его дочь еще раз убедились в раздвоении рук и рукавов платья медиума. Мы имеем также свидетельства и фотографии о факте раздвоения. Известно, что Кэти Кинг поразительно походила на своего медиума мисс Флоренс Кук. И фотографии Кэти, снятые к рукам, неоспоримо о том свидетельствуют. Факт раздвоения подтверждается также и посредством отпечатков, получавшихся на закопченной бумаге. И, наконец, полное доказательство его нам дано в парафиновых формах и гипсовых отливках. Между прочим, известен опыт с Эрглингтоном, на котором получилась форма его ноги в то время, когда эта нога была на виду у комитета, производившего опыт. Гаррисон утверждает то же самое относительно слепков, с материализованных рук. Превосходный телепластический опыт, первый в этом роде, был произведен в 1889 году испанским доктором Атеро Асиведо, нарочно поехавшим в Неаполь, чтобы убедиться в подлинности явлений, происходящих в присутствии медиума, Евзапии Паладино, ныне прославившийся своими сеансами с профессором Ламброзо. Опыт, о котором я говорю, состоял в следующем. Господин Асиведо желал получить отпечаток на глине при несомненных условиях достоверности. Для этой цели им была приготовлена тарелка с сырой глиной. По окончании сеанса и обычных явлений сама Евзапия заявила, что хочет проделать и задуманный опыт. По ее желанию тарелка с глиной была поставлена перед ней на стул, на расстоянии приблизительно двух метров от нее. Это было исполнено самим Асиведо, который удостоверившись, что поверхность глины была совершенно гладкая, накрыл ее своим платком. Это было при полном свете. Все смотрели на Евзапию, протянув руку и три пальца по направлению к тарелке после нескольких непередаваемых судорожных движений. Она воскликнула «Сделано!» Когда отняли платок, на глине оказался явственный отпечаток трех пальцев. Асиведо выразил свое полное убеждение в реальность этих фактов, а приступил он к их исследованию, будучи ярым материалистом. Различие в степени телесности призраков было часто наблюдаемо на сеансах материализации. Так, например, господин Крукс свидетельствует о призраках, производивших физические действия. В сумерках на сеансе с Юмом у меня на дому оконные занавески, находившиеся в футах восьми от Юма, стали двигаться на наших глазах. Все присутствующие увидали темную полупрозрачную фигуру, похожую на человеческую, стоявшую возле окна, и своей рукой шевелившую занавески. В то время, пока мы смотрели, фигура исчезла, и занавески перестали двигаться. Следующий случай еще более поразителен. Медиумом, как и в тот раз, был Юм. Призрачная фигура показалась из угла, взяла в руки гармонику, и, скользя по комнате, стала играть на ней. Фигура была, видимо, всем присутствующим в продолжении нескольких минут. В то же время мы увидели и Юма. Когда призрак подошел к даме, сидевшей в стороне от прочих, она слегка вскрикнула, и призрак исчез. Под пару этому редчайшему явлению мы можем указать и на русский случай, опубликованный доктором Кузнецовым в Ребусе. Он видел, как при полусвете плавно пронеслась по воздуху детская фигура лет пяти, с прекрасным профилем и курчавыми волосами, державшая в протянутой вперед руке светящуюся спичечницу, которую фигура повесила на корешок филадендрона, причем цветок сильно зашумел листьями. На сеансе детей не было, и у участников всего было трое, Кузнецов, госпожа и господин М. Последний, когда фигура проносилась между господином Кузнецовым и им, хотел быстро схватить ее, но рука растекла только воздух. Есть разумное основание предположить, что степень плотности двойника уменьшается, соответственно, его расстояние от того организма, который служит ему источником. Профессор Даумер в своем сочинении «Царство духов» цитирует в случае авто-самнамбулы Двойник, который явился доктор Руфли, потушил его свечку. Вот более современные случаи, сообщенные надежным свидетелем покойным господином Уэджвудом, бывшим членом Лондонского общества психических исследований. Около конца сентября я был в гостях у миссис Те, одной медиумичной дамы из моих близких знакомых, муж, который ежедневно ездил по своим делам за 20 миль в Бирмингем. Однажды в субботу за две недели до моего приезда и минуты за две до того, как муж ее должен был вернуться со станции, миссис Те стояла в своей спальне у окна, выходящего на дорогу, когда увидела мужа, отворявшего садовую калитку и идущего по дорожке. В руках у него было несколько свертков, и она подумала еще, что такое он несет. Побежав вниз, чтобы отворить ему, она встретила своего девя и остановилась поговорить с ним и сказала ему, что сейчас видела мужа, вошедшего в садовую калитку с несколькими свертками в руках. Пока они разговаривали, она услыхала стук мужа в парадную дверь. Стук настолько явственный, что она была убеждена, что и деверь слышал его, а однако тот ничего не слыхал. Между тем горничная, бывшая в кухне возле передней, слышала стук и, приписав его возвратившемуся хозяину, поспешила в переднюю, но была предупреждена миссис Т, которая подошла к двери прежде нее. Отворив дверь и, не найдя там никого, она бросилась в столовую по дорогую сторону дома, думая, что муж вошел туда, через стеклянную дверь, горничная уже послала к выходу во двор. Когда она возвращалась после своих напрасных поисков, горничная пришла ей сказать, что миссер Т входит в большую калитку. Она пошла к нему навстречу и точно же спросила, зачем он, войдя в сад, вернулся назад. Он ответил, что ничего подобного не делал и пришел теперь прямо со станции. «Как со станции?» «Я слышала твой стук и видела, как ты шел с двумя свертками в руках». Он очень удивился, так как из ее слов было видно, что она принимает ответ его за шутку. У него в действительности оказалось два свертка в руках, точно так, как это ей привиделось. Деверь, смотревший из своего окна, слышал, как горничная сказала, что в то время, когда миссис Т видела своего мужа на садовой дорожке, она слышала его обычный стук. Она сама меня в том лично уверяла, и слова ее подтверждаются тем, что она пошла отворять дверь. Таким образом, несомненно, что стук был настолько объективен, что его слышали два лица, находившиеся на двух разных концах дома и не имевшие никакого общения между собою. Этот рассказ передан мне самими свидетелями две недели спустя после случившегося, и ту же сих слов был мной записан. Госпожа Гарниш Бриттен в своей записке о явлении двойников, напечатанной в Баннер оф Лайт с 1875 года 6 ноября и 11 декабря, рассказывает следующий случай, воспроизведенный. В то время, когда один известный кружок собирался на сеансы в Нью-Йорке, покойный глубоко уважаемый пастор Беннинг часто принимал в них участие. В одну субботу, когда он должен был по приглашению говорить проповедь, в городе Трое в штате Нью-Йорк, у него накануне сделался такой сильный припадок головной боли, что он очутился в невозможности исполнить наутро свое обещание. Поэтому он написал председателю пригласившего его общества извинительное письмо. Вечером, однако, он почувствовал себя лучше и решился отправиться на сеанс в помянутый выше кружок. Находясь там, он стал раздумывать, получится ли его письмо вовремя, чтобы общество в Трое успело пригласить другого проповедника. Сообразив все обстоятельства, он пришел к заключению, что письмо его не может прийти вовремя, и по свойственной ему добросовестности очень этим смущался. Сознавая, что помочь уже нечем, он, тем не менее, настолько был этим озабочен, что не мог следить за происходившим на сеансе. В этом кружке явления двойников были заурядным фактом. Господин Беннинг об этом вспомнил, и ему пришло в голову, не удастся ли ему, настойчиво думая об ожидавшем его в Трое, друзьям, передать им о своем затруднении. Такая попытка не выразилась для него ни в каком определенном результате, кроме смутного чувства озабоченности, не покидавшей его часть вечера. Вдруг это чувство исчезло. И с того времени он предался занятиям кружка с обычным интересом и свойственной ему ясностью ума. Теперь перенесемся в Трое и посмотрим, что там происходило. Там, как и в Нью-Йорке, существовал кружок, которого достопочтенный Беннинг был также членом. Кружок насчитывал восемнадцать членов. Так как господин Беннинг часто посещал Трое для воскресных проповедей, то и было решено иметь сеанс в субботу вечером. Таким образом, ему было бы вполне удобно на нем участвовать. Возначенный вечер собралось на сеанс семнадцать членов, но Беннин, которого ожидали непременно по случаю приглашения его сказать на утро проповедь в Трое, не явился. Прошло более тридцати минут после назначенного для сеанса часа, когда послышался обычный стук в дверь, возвещающая о прибытии членов. Кружок помещался в нанятой комнате во втором этаже. Было постановлено, чтобы члены должны постучать в дверь условным образом, чтобы никто, кроме их, не допускался. Как только раздался хорошо известный стук, чья на этот вечер была очередь отворять двери, сошел вниз, отпер ее, и при ярком лунном свете увидел Беннинга. А начал тотчас укорять опоздавшую, и торопил его скорее войти, ибо его нетерпеливо ожидают. Продолжение следует...